Один многоквартирный дом на Зернова, 24, площадью около 2000 квадратных метров. Итог работы администрации Сарова в жилищной сфере за прошедший год. Темпы строительства в нашем городе снижаются с каждым годом. Теперь этим вопросом займутся региональные власти. Губернатор Греб Никитин принял решение забрать полномочия по градостроительству и земельным отношениям у администрации Сарова. Я считаю, что это фиаско нашей администрации, профильного заместителя и соответствующих департаментов. О причинах, кстати говоря, мы с вами видим в отчете. Одна из главных причин – это низкое количество квадратных метров, вводимых у нас в городе на протяжении уже достаточно длинного периода. И я больше даже скажу, в этом году, в 2023 году, мы получим нули в этой сеграфе. Ну то есть это прям объективная оценка на будущее. Тем не менее, в городе есть возможность построить 100 тысяч квадратных метров жилья в поймире Кесатес. Острую жилищную тему затронул и депутат Алексей Волгин. По его мнению, ситуация сегодня – зеркальное отражение отчета предыдущего года. Статистика неутешительная. В Сарове строят по одному многоквартирному дому в год. У нас в этом году в отчете был сдан один одноквартирный дом. В прошлом году была та же самая ситуация. Я здесь же спрашивал, а что для этого делать? Ведь застройщики тут и будут ли какие-то места до строительства сказать, что есть идеи, есть места, и что готовятся документы для того, чтобы проводились дороги. Но ничего не произошло. Нужна ли Сарову наружная реклама? Одна из самых обсуждаемых тем на заседании Думы касалась схемы размещения в нашем городе рекламных конструкций. Напомним, в начале года рекламные конструкции в городе снесли. По новой схеме размещения число рекламных стендов сократили до семи. В год бюджет города теряет доход от наружной рекламы на общую сумму около 4 миллионов рублей. Депутат Андрей Клей считает, что такое урезание рекламной площади ударит по предпринимательскому сообществу. В других городах с меньшим числом жителей счетов больше в десятки раз. Город Тарзамас, 104 тысяч населения, 61 место. 100, 63 тысячи человек, 195. Зеверевский район, 18,049. Городецкий район, 82,132. Если говорить про затоп, снижение 51 тысяча, проживающие 123 место. Завечный 58,133. И Саров на сегодняшний день 7 место. Сокращение количества наружной рекламы, по мнению главы города Алексея Сафонова, поможет сохранить историческую красоту Сарова, не засоряя его пестрыми баннерами с разной и порой излишне вызывающей информацией. Условно, внижая Саров, первый же плакат говорит о том, что здесь самое важное – это унитазы. Вот это определенный диссонанс. И не с этой трибуны говорить. Визуализация женских трусов тоже не может меня как голову радовать, потому что, к сожалению, я вынужден общаться со всеми гостями, что приезжают в город. И вот эти замечания на тему «У вас такой красивый город, вы зачем его, скажем так, визуально портите?» Тема количества счетов осталась открыта. Однако в вопросе контроля размещаемой информации депутаты и глава остались единодушны. Еще одна значимая городская проблема, затронутая в ходе отчета – состояние дорог в нашем городе. В прошлом году отремонтировали около 95 тысяч квадратных метров покрытия на общую сумму около 125 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем выделяли в 2021. Однако таких средств по-прежнему катастрофически не хватает, считает глава города. 130 миллионов рублей в год – огромная сумма, но объем недоремонтов, то есть, по моим оценкам, сейчас, наверное, миллионов 700-800. И для того, чтобы вернуться в нормативное состояние, нужно тратить, наверное, миллионов по 400 в ближайшие пять лет. И тогда мы вернемся в нормативку. То есть это огромные деньги, и пока у нас нет этого механизма их получить. Должна ли Дума, как орган, контролирующий работу главы администрации, оценивать ежегодный отчет о проделанной работе? Или достаточно просто принять его к сведению? Депутаты поручили профильному комитету разработать положение, на основании которого всем будущим докладам главы города народные избранники будут давать соответствующую оценку. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.